Итоги уходящей среды подводят наши корреспонденты и я, Карина Гуревич. Смотрите сейчас. Последствия ноября. Коммунальные службы убирают заснеженные улицы. Проводятся мероприятия по скулу сосулях с крыш балконов и других выступающих элементов здания. Сколько задействовано техники. Проверка на прочность МЧС предупреждает об опасности зимней рыбалки. Самый опасный лед – это период, когда он замерзает и тает. Когда можно хвататься за удочку. Идеальный подарок – уикенд на двоих. В Беларуси набирает популярность медицинский туризм. Многие гости к нам приезжают в протяжении 15-20 лет. Какие процедуры в ТОПе? А также приоритетное направление. Мировой ТОП и ложные сообщения. Мошенники снова рассылают фишинговые ссылки от имени Белпочты. Как не попасться? Вопросы международной и региональной повестки. Президент прибыл в Ереван на саммит ОДКБ. Эта сессия Совета коллективной безопасности для Минска особенное председательство перешло к Беларуси. Александр Лукашенко объявит приоритетные направления, на которых в этот период предстоит сконцентрировать совместные усилия. Обсуждение меры реагирования – один из ключевых вопросов. Сразу из аэропорта глава государства направился на переговоры в узком составе. Лидеры обговорят вызовы и угрозы, на которые придется отвечать вместе. Конфликт в Нагорном Карабахе, пограничное противостояние Таджикистана и Кыргызстана, ситуация на Украине. Точек напряжения все больше. В этой связи союзникам необходимо актуализировать подходы к нынешней непростой обстановке и укрепить взаимодействие. Хруст под ногами МЧС предупреждает об опасности зимней рыбалки. Пока на реках льда нет, но совсем скоро смельчаки отправятся проверять покрытие на прочность. Главное правило – выходить на замерзшую поверхность, если она меньше 7 сантиметров, категорически запрещается. В ледяной воде человек может получить переохлаждение через 10-15 минут. Спустя 20 и вовсе потеряет сознание. Самый опасный лед – это период, когда он замерзает и тает. И, конечно, с появлением первой кромки льда большой ажиотаж вызывает лед и водоемы у детей. Родители не должны позволять детям кататься на санках, лыжах, коньках на замерзших водоемах. Для этого специально отводятся места для массового катания. Ситуация на водоемах под присмотром освод круглый год. В Бобруйске три спасательных станции. Здесь ведется мониторинг прибрежной зоны как днем, так и ночью. Если вы сами стали свидетелем происшествия, не стоит бросаться в воду или выходить на лед. Лучше сразу вызвать подмогу. Новые пути, второй энергоблок и рай для жизни. Минск вошел в топ-100 городов мира. Какие критерии? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Белорусские организации успешно справляются с переориентацией внешнеторговых путей. Из потерянного шестимиллиардного рынка Европы удалось восстановить пять за счет новых клиентов из России и Китая. В разы увеличился спрос на перевозки в Турцию и Грузию. Ожидается, что будет расти сообщение с Азией. Страны ШОС активно развивают инфраструктуру. Второй энергоблок БелАЭС готов на 97%. Сейчас идут пусконаладочные работы. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2023. На сегодня выработано уже более 9,5 миллиардов киловатт-часов электроэнергии, что позволило заместить порядка 2,5 миллиардов кубометров природного газа. Мирный атом позволяет удовлетворить возрастающий спрос у населения. Мошенники снова рассылают ложные сообщения от имени Белпочты. На этот раз на e-mail. Для этого аферисты предлагали поучаствовать в розыгрыше к юбилею организации. Зачастую главная цель злоумышленников – получение информации с платежной карты и кража денег. Правоохранители просят не переходить по ссылкам и просто проигнорировать запрос. Все велосипеды, которые продают в Беларуси, будут вносить в базу. Все продавцы должны предоставить в налоговую данные об остатках. Нововведение вступит в силу с декабря. Это не первая группа товаров, которая отслеживается в стране. С прошлого года охвачена, например, реализация холодильников и шин. Минск вошел в топ-100 городов мира и разместился на 86-й строчке. Среди критериев – привлекательность для туристов, а также удобство для работы, отдыха и жизни в целом. По уровню занятости и образованию горожан наша столица заняла вторую позицию. Оценивали достопримечательности, количество парков, культурные события. В лидерах – Лондон, Париж и Нью-Йорк. Сказочный отпуск в Беларуси набирает популярность медицинский туризм. В отечественных санаториях на новогодние праздники забронировано свыше 60% мест. Половина приходится на зарубежных гостей. В основном это россияне. Есть отдыхающие из Эстонии, Латвии, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Германии, Израиля и Швеции. В бобруйских здравницах свободных номеров практически нет. Мероприятия расписаны по дням, по времени. Это наша традиционная работа. Так мы готовимся к новогодним каникулам. Мы давно существуем как санаторий, уже 46-го года. Нам уже 76 лет. И за это время у нас клиентская база, конечно, со всего бывшего Советского Союза. И нас знают давно, и многие гости к нам приезжают на протяжении 15-20 лет. Привлекают гостей качество услуг и демократичная цена. В среднем 770 рублей за 12 дней. Все зависит от набора процедур. В арсенале здравницы их более 400. Санаторий имени Ленина славится своими минеральными источниками. Едут туристы и за лечебной природой. В 2021-м здесь оздоровилось 9 тысяч человек. За 9 месяцев этого года – 6800. Сугробы – не помеха. Коммунальные службы борются за снеженными улицами. Трудятся и днем, и ночью. По всему городу работают больше 70 единиц техники. Заготовлено 5200 тонн песчано-соляной смеси. О режиме нон-стоп Ольга Васенда. Финал календарной осени принес не только зимнее настроение, но и подкинул работы коммунальной службе. За последние дни в Могилевской области выпало рекордное количество осадков для конца ноября. Толщина снежного покрова превысила 20 сантиметров. Специалисты тут же приступили к делу. Улицы и тротуары чистят с утра до вечера. У нас задействовано около 90 человек на уборку снега. Это в основном, конечно, дворники, но в случае обильных осадков мы привлекаем еще людей текущего ремонта. Снегоуборочные машины, погрузчики, тракторы и самосвалы. По всему городу работают больше 70 единиц техники. При необходимости коммунальные службы привлекут транспорт городских предприятий. Усложняют обстановку перепады температуры. Приходится бороться с гололедицей. При наступлении неблагоприятных погодных условий, способствующих образованию гололедов, в целях исключения травматизма людей, проводятся мероприятия по скулу сосулек, с крыш, балконов и других выступающих элементов здания. Реагентами первым делом посыпают пешеходные дорожки, площадки у подъездов, лестницы и пандусы. Проезжую часть очищают несколько раз за день. В закромах 5200 тонн песка соляной смеси. Горожане, между тем, могут рассчитывать и на помощь сотрудников ГАИ. В случае ухудшения погодных условий, мы готовы к оказанию содействия водителям и пешеходам, попавшим в затруднительную ситуацию на дороге. Если в пути вам понадобится помощь, сообщите об этом по телефону 102. «Инспекторы рекомендуют отнестись к очистке проезжей части и дворов с пониманием и не парковать авто возле тротуаров надолго, чтобы не мешать проезду габаритных спецмашин. Стоит также избегать резких манёвров, соблюдать дистанцию и двигаться с безопасной скоростью». Ольга Васенда, Станислав Чичерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Милосердие в действии. Красный Крест проводит благотворительную акцию «Ваша допомога». Совместно с сотрудниками ТЦСОН Первомайского района специалисты организации поддерживают людей с ограниченными возможностями пожилых и тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. «Волонтёры привозят продукты, одежду, средства личной гигиены и лекарства, готовы помочь и с уборкой». «Я хочу выразить благодарность Красному Кресту за их помощь. Приезжаю систематически. Ну, если что надо срочно, ну, помочь такое тяжёлое, помогают». «Организация Красного Креста помогает волонтёры, на которых, можно сказать, это всё держится. Кто-то на автомобиле может подвезти, кто-то вещи приносит. В наше время нужно помнить о тех, кому тяжелее, чем нам, надо помогать. Поэтому помогаем, кому можем и чем можем». Присоединиться к акции может любой желающий. Подробности по телефону 74 70 91. Всего в Беларуси проживает 160 тысяч одиноких пожилых людей, которые нуждаются во внимании. Сразу после нас сирена, а моя коллега Кристина Риан с обзором криминальных новостей недели. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова